Что в ситуации с Палестиной делать нам, мусульманам? Я кратко упомяну несколько важных моментов. Я считаю, эти вещи необходимо выполнить всем мусульманам. Первое. Нам всем необходимо молиться за наших палестинских братьев и сестер, вставать на тагаджут-намаз в последнюю треть ночи и в этом намазе, находясь в земном поклоне, читать дуа за братьев и сестер из Палестины. Во-вторых, в имеющихся у нас социальных сетях мы можем размещать факты несправедливости, которые допускает Израиль по отношению к невинным палестинцам с тем, чтобы весь мир знал об этом. Чтобы люди знали о том, что сегодня происходит в Палестине. Чтобы люди знали о том, что израильские войска делают с нашими палестинскими братьями и сёстрами. В-третьих, мусульмане всего мира должны выразить мирный протест. В-четвёртых, мусульмане всего мира должны полностью бойкотировать израильскую продукцию. Мы должны перестать покупать и употреблять израильские продукты. Число мусульман составляет 25% от населения всего мира. И, несомненно, если мы забойкотируем израильскую продукцию, это станет хорошим напоминанием и отличным уроком для Израиля. В-пятых, исходя из наших финансовых возможностей, мы должны помочь финансово. Обращайте внимание на то, куда вы жертвуете деньги. Помимо выплаты обязательного заката, рассмотрите возможность перечислять часть твоего дохода в помощь нуждающимся. При этом человек, который перечислил сотни долларов, может получить больше вознаграждения, чем за ту же сумму, сделавший подобное перечисление миллиардер. Это то, что могут сделать простые люди. А люди, обладающие властью и возможностями, люди, находящиеся на важных дипломатических постах, послы и им подобные, должны обязательно передать ноту протеста против действий израильских властей в отношении палестинцев. Если мусульмане всего мира объединятся и объявят торговый бойкот Израилю, тотальный торговый бойкот, то это будет иметь эффект. Не думайте так, что я один могу сделать. Если мы все объединимся и будем бойкотировать их товары, это даст результат. Сегодня в мире очень много мусульман. В 57 странах основной частью населения являются мусульмане. Мы можем и должны применить торговый бойкот в отношении Израиля. И ни в каком виде не должны употреблять и приобретать их товары. Имеется множество хадисов о том, что жизнь верующего является более священной, чем Кааба. А теперь подумайте о том, как убивают сотни палестинских мусульман. И это не просто мусульмане, это мусульмане Палестины. Они выполняют фарзу-ль-Кифая от лица всей исламской уммы. Некоторые люди боятся, думая, что Израиль поддерживают какие-то суперсилы. Но наша ошибка в том, что мы забываем, Всевышний Аллах с нами. Всевышний поддерживает нас, и Он всегда вместе с верующими. Еще один важный фактор всеобщего объединения мусульман, независимо от того, какого масхаба вы придерживаетесь, из какой вы страны, это дело палестинцев, поскольку мечать Алякса важно для каждого мусульманина на планете. Также вы можете оказать поддержку нашему каналу в распространении роликов о Палестине и тех зверствах, которые чинят на их землях враги Аллаха, пройдя по ссылке в описании. Инша Аллах, это засчитается вам как непрерывное вознаграждение. Наш любимый пророк Мухаммад сказал, что в любви и милосердии друг другу, верующие подобно единому организму, когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит. И поэтому мы все, все мусульмане мира, должны применить эти пять вышеназванных рекомендаций и обратиться с дуа ко Всевышнему, моля Господа, защитить наших братьев и сестер в Палестине, сохранить их в безопасности. Да одарит их Всевышний терпением и победой, да одарит Всевышний Раем Фердаус всех шагидов Палестины. Субтитры создавал DimaTorzok